всех привет друзья на связи данки в этом видео покажу вам интересный бой из режима игры один на один играли против игрока 22 ранга использовали штаб 3 уровня дальше покажу каких юнитов он играл тем же самым поначалу играю не очень хорошо потому что меня был довольно длительный перерыв в игре видели что видео не записывал играла снова в тестовую кнопку сэнд бокс или же на основной версии игры вот очень редко вообще ходил какие-то любые другие режима там максимус кирмич заходил играл просто чтобы вспомнить вообще как юнитами управлять не терять так сказать скорость своей игры ну и хотя на самом деле не сильно теряя тут есть внимательность с моей стороны когда я отдаю контейнеры констерации где это можно было не отдавать но зато здесь за микро своего пехотинца который чуть не убили в начале подвинула подальше вглубь леса чтобы дождаться подкрепления видео от этих двух стрелков убить стрелка что мой к то есть то есть находить контейнер здесь появляется большой контейнер противник вышел в море развернут точно так же как и я поначалу использовал красные бусты им так как у меня преимущество в ранге на кстати не знал против кого играть у меня премиума не было сейчас купил буду знать но я решил что на полосу золотых бустах играть наверное не стоит в обычных пвп пробуем на красный убиваем дельт противника с помощью осы касается прокачки восьмого класса тут он пытается дельта крепа сервером ворваться не дать захватить небольшой контейнер но я в итоге успел сервер в теории мог захватить последний контейнер ему чуть-чуть времени хватило видимо игрок констерации в развертку вышел быстро в дельты чтобы собрать ресурсы на цербер часто хватает то же самое бывает не хватило ресурсов поэтому большой контейнер он не захватил но видно что очень хотел это сделать все это показывает что игрок опытный стратегия просто ну здесь я сыграл быстрее возможно невозможно скорее всего мне прокачка помогла более быстро развернуть свою базу произвести героев поэтому вот буквально пару секунд не хватило чтобы захватить большие контейнеры и маленькие контейнеры большой контейнер я захватил а маленький мог уже он ну часто видели такое встречается когда противник за вас захватывать большой контейнер а вы захватывайте маленький выхожу я в яга дико броненосца подумал что ну надо сыграть от третьего уровня штаба выходить в развитие в хамелеона здесь затея может не очень хорошая надо будет дополнительно ходить бомбировщики карта располагает к использованию потому что расстояние от базы до базы небольшое между игроками довольно предсказуемый маршрут движения техники обеих фракций попасть бомбировщикам здесь будет не так уж сложно противник отправил две крепости на разведку моей базы их встретил уничтожил он увидел верфи второго уровня поэтому достраивает торпедную установку я спешил кайманами посмотреть если торпедной установки у противника или нету увидел что есть и строится еще 2 поэтому аллигатор не стал отправлять в атаку на противника отправляю их назад кайман оставляя на этом участке чтобы он был юнитным разведчиком понимать когда противник пойдет в атаку а сам отправляю два своих аллигатора вот сюда в эту бухту так сказать чтоб они есть что могли примерно вот до сюда достреливать до центра карты не до центра карты до центра вот этого прохода тоже помогает мне случае чего защищать базу пока что других способов использовать аллигатор который сделал нету ну как минимум и заставил противника строить еще дополнительно торпедную установку еще и дельта видимо для разведки выход во флот он стал более выгодным потому что и вверх стало меньше стоить и т2 флоту обеих фракции стал меньше стоит как же давно было это только можно сказать проснулся публикую видео нового краски это мне позволяет вначале выйти в аллигатор и не сильно уйти в минус из противник застроился торпедами я постараюсь переспалить аллигаторы по назначению к ним противник будет еще вынужден разведывать меня со стороны морж понимать чем буду заниматься ну постарался сыграть максимально грамотно поставил разведчиков лесу как обычно не делаю на самом деле так как я полностью прокачен на 20 этим ранге теряется этот навык выживать побеждать любыми возможными способами и допустим когда играл там пару месяцев назад да и больше да это уже год-два может так происходит очень много элементов которые использовал при игре с не прокаченными аккаунтами забывается на прокаченном поэтому очень полезно на самом деле возвращаться иногда на не прокачен аккаунт играть на них чтобы за счет может медленно скорости развития но освобождается время на микроконтроле вот этот совершенствует микроконтроле не забывать его использовать даже в боях против сильных противника даже с вас равна прокачка что это все очень сильно решает что я делал вообще в бою вам это дикие игвары плюс крот крот впереди стоит потому что обычно юниты пытаются уничтожить его крот закапывается впитывает очень много урона членер не впитывает поглощает так сказал что корот в закопном состоянии не полный урон получает только часть его и получается что зевс могут очень много стрелять по кроту а то кто там не будет там краски когда играете за кондирацию надо контролить своих юнитов чтобы не стреляли по кроту есть он закопался что вообще бесполезно а еще лучше уничтожить ягуара что пока зевса будут уничтожать крота ягуар разберутся здесь разведка осой смотрю что здесь за армия находится буду раскладывать мамонта подвигая крота но не хочется без боя давать большой контейнер плюс у меня есть преимущество в разведке вижу что здесь армия вроде как не такая страшная хотя кстати когда она вышла по большей степени войны я понял что возможно то я и зря напал на него я не ожидал что мой противник будет прям массить юнитов от третьего уровня штаба вообще не знал чего ждать противников тем более в пвп вот ну и пошли уже золотые бусты на так потому что решающий момент 8 минут мы экономили быстрые использовали красные в решающем моменте используем золотой чтобы не проиграть допустим если бы здесь не использовал золотой буст моя техника стреляла не так далеко но на клетку меньше возможно я бы уже потерял всех своих ягуаров противника осталась бы большая масса зевсов и он бы меня просто запушил используя крота он тут решил забурить несколько градов плюс я отвлекаю внимание зевсов на этого крота на что он максимально близко к ним находится видите здесь оставляет по кроту толку кто немного а у меня ягуар броники потихонечку уничтожают других юнитов а крот пока своей макушке не достаёт и земли ну прям как индюк и они это сразу 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 закапываться песок да вот откопался шесту рейки можно будет поставить когда перезарядиться активка вот но и как видим я уничтожаю армию своего противника у меня остается в заказе низкой ягуаров пошла массовая пошло масса пехота виде гранатометчику снайперов и мы начинаем выдавливать противника к его базе сильно не спешим потому что возможно что там где-то ракет установки грады могут быть как видим много пехоты тоже производит мой оппонент вот вижу что ну вроде как база пустая но тяжелые штурмовики очень быстро могут уничтожить всю мою технику машина в бою побывала меня есть крот надо использовать его пассивную способность ко мне пассивно способность корота пассивка это у него закопаться значит просто его особенность в виде ремонта техники на вот и выдвигая аллигаторы на переднюю линию здесь они чуть помогли мне постреляли в итоге по огнем ячика можно возможно эти урона больше нанесли моей техники за счет сплэша ну огнем ячика тоже они чуть-чуть по ним постреляли в пользу от них все-таки какая-то была ты отправил их на море может противник разведка видит тяжелый спасает там лишние торпедки есть смысл по крайней мере показать что у тебя есть флот наличие вообще каких-то манипуляции возле моря возле базы противника по морю может вызвать у него страх что там готовится атака аллигатор даже банальному найти можно просто выставить линию аллигаторов две штуки здесь и одного типа один обижает другой как будто там за огромная армия скопился уже не помещается в первой линии поэтому один аллигатор случайно выпал под засвет обороту по свет засветку торпедки вот он получит там уже масса аллигаторов готовится к атаке или как минимум попробует разведывать чтобы убедиться скорее всего он еще будет пытаться строить кучу топливных установок чтобы защититься а по факту весело аллигатора которого грозы ему не представляет вот на этом мы сейчас у нас продолжается сражение я не рискую прям в лоб не ду решила атаковать от холма у меня жмамки есть несколько заводов но один завод спецмашин станцию ну смог уничтожить и пытаюсь с этой стороны зайти атаковать базу противника грады попасть по моей технике но не очень успешно потому что постоянно маневрирую грады хорошо стрелять только по юнитам которые стоят на месте накрывает их очень неплохо а когда и двигаются то ракеты чаще все промахиваются и поэтому градом его эффективно снижается здесь стират почему-то зевса еще отправил в атаку в центр не знаю зачем чего внизу попытался отбиться мне тут остался добить три гора 4 града для которая пока достать не могу любую проблему может быть длинными уметь его начинает накрывать на и грады стиран не такой большой жить можно я использую свою сумму кидая банку в градов и добиваю с помощью этого героя сыну там что ягуар броньки помогли но целом от градов мы избавились и противники теперь отбиться будет крайне трудно будем зданием то расставит противник он ресурс потратил на них но в целом то видим что заказ нас накапливается армия есть игуары конечно или живые три штуки это основная боевая единица которая сейчас пробивает базу но опять же за счет микроконтроля у нас получилось задавить и противник сносит свою базу вот на такой бой благодарю за просмотр подписывайтесь на канал и желаю всем удачи откликаются с а как у Субтитры сделал DimaTorzok